здравствуйте друзья сегодня у нас 14 ноября понедельник и сегодня мы с вами поговорим на интересные темы азраде который не было о договорнике который не состоялся об отношениях между Украиной и Израилем в связи с последними голосованиями в ООН я отвечу на ваши самые острые последние вопросы но начать я хотел бы с оперативной информации в том числе потому что уверен в отношении некоторых аспектов или частей этой информации возникнут как грибы после дождя новые конспирологические теории начну со встречи которая вчера состоялась в Анкаре между директором ЦРУ Уильям Бернсом и директором СВР Нарышкиным они приехали туда по приглашению национальной разведывательной службы Турции естественно это не случайно их пригласили туда для того чтобы они перевели провели переговоры за закрытыми дверями сразу же сразу же скажу что там не было никакой никакого договорника они не говорили о возможности каким-либо образом замутить какую-то сделку с участием Украины без участия украинского руководства но по поводу Украины а Украине вообще речи не шло там на поездке дня стояло два вопроса первое Бернс привез предупреждение правительства США российскому руководству Путину естественно по поводу того что будет если Россия вздумает применить тактическое ядерное оружие тем это как-то так последнее время она немножко утихла но тем не менее американцы посчитали необходимым что это нужно сделать очередной раз но вообще вам скажу что сам факт что со стороны России приехал туда Нарышкин говорит о том что вопрос чисто технический стоял на повестке дня там не было никаких обсуждений которые требовали интеллекта с российской стороны требовали какого-то немедленного принятия решений ну потому что личность Нарышкина она такова я думаю что многие из вас наверное видели и помнят это незабываемое лично для меня видео которое после этого и до сих пор наверное блуждает по интернету заседание совета национальной безопасности российской федерации накануне принятия путином решения о агрессии против украины где он собрал всех своих подручных там же был Нарышкин и он у них допрашивал поддерживают они потенциальное решение применять силу против украины или нет но если вы помните что там вообще все они за исключением пожалуй патрушева теперь стало очевидным всему миру что это просто серые мыши а Нарышкин наверное самая серая но не просто мышь это еще мышь для всеобщего осмеяния поэтому если до этого к нему относились скептически в Соединенных Штатах то после этого уж с явной с явной улыбкой то есть его задача была приехать выслушать что ему скажет Уильям Бернс который так я вам скажу интеллектуально и профессионально он на несколько голов выше чем Нарышкин так вот выслушать что ему скажет Уильям Бернс взять информацию в зубы и отвезти в Кремль значит первый вопрос это по поводу предупреждения Соединенных Штатов о том чтобы Россия и Путин даже не думали о применении ядерного оружия или другого оружия массового поражения а другое это информация о обменах обменах людей которые сидят за решеткой в Соединенных Штатах и в России в России американскую общественность больше всего волнует вот эта баскетболистка которая сейчас находится в колонии недавно ее припроводили в колонии она очень известна одна из звезд американского баскетбола много у нее фоловеров как говорится фанатов ну и администрация Байдена хочет сделать этот пиар-ход хотя там есть еще и другие люди там есть еще один преподаватель который примерно так же попал за решетку как вот эта баскетболистка ему надо было по состоянию здоровья принимать что-то то ли марихуану то ли что-то связанное с этим с опиатами и так далее вот человек глубоко порядочный по свидетельству всех людей которые его знают учитель преподаватель какой наркоман то ну вот его повязали как эту баскетболистку но вот как-то по иронии судьбы учитель на него мало внимания обращают потому что его мало кто знает а вот баскетболистка ее надо освобождать ну и для этого насколько я понимаю американцы готовы произвести явно неадекватный обмен речь идет чуть ли не о возможности освобождения торговца оружием бута его раньше не американцы наотрез отказывали освобождать в ходе предыдущих обменов потому что против этого категорически выступала фбр но баскетбол звезда баскетбола это это да это национальное достояние соединенных штатов америки поэтому она стоит того чтобы для этого приехал директор цру бэрнс ашван кару и встретился со своим коллегой так что еще раз повторю никакого договорняка кстати о договорняке сегодня после встречи с товарищем си байден выступал на пресс-конференции где он подчеркнул что еще очередной раз том что не может быть и речи никаких переговорах о украине без участия украины об этом уже байден говорил и представители его администрации об этом это уже общая позиция так сказать всего западного альянса сколько раз они это повторяли но такое у меня впечатление чем больше не повторяют тем тем на просторах бывшего советского союза среди широких народных масс фейки распространяется все шире и шире ну я понимаю почему потому что их целенаправленно вносят кремлевские консервы ну и были еще вот представители некоторых круговых соединенных штатов америки тех кругов которые работают в информационно-психологическом плане по одной программе вместе с кремлевскими то есть распространяют одни и те же фейки так вот недавно еще выступил сенатор марк уорнер это очень серьезный человек он председатель сенатского комитета по разведке сенатор от вирджинии очень уважаемый человек выступал он на каком-то закрытом брифинге но некоторые высказывания причем важное высказывание уорнера просочились уже за двери эти закрытые кстати дальше я вам расскажу очень интересный эпизод из этого выступления но и в частности вот что касается договорника он сказал что не может быть никаких переговоров в отношении украины без участия украины ну и как я значит сказал об этом это же эту же мысль очередной раз подтвердил байден сегодня накануне открытия саммита g20 в индонезии на бали байден встретился с товарищем си это была их первая встреча вот после того как все избрали на третий срок после того как байден стал президентом после того как закончилась эпидемия вели даже разразился к вид короче говоря это все презентовали чуть ли не как историческую встречу хотя все предостерегали от избыточных надежд встреча длилась три с половиной часа то есть видимо она была насыщена и действительно из того что до сих пор вышло так сказать публичное пространство дает основание полагать что произошел поворот медленный пока осторожные но поворот к смягчению взаимных позиций причем смягчение с китайской стороны просматривается гораздо более явственно ну например вступительном слове си цзиньпин сказал что нынешнее состояние между китаем и соединенными штатами не может удовлетворять правительство народа двух стран и также не соответствует ожиданиям всего мирового сообщества весь мир смотрит на наши две страны сказал товарищ си и мы обязаны это учитывать то есть мы должны найти моду с виванди то есть моду способ поведения была затронута тема из ракетных испытаний в северной корее и я как-то говорил с китайскими дипломатами на эту тему и поставил такой задал наивный вопрос чего вы с ними вводе возитесь ну скажите им чтобы они прекратили выжить они так от вас зависят на что мне ответили вы понимаете говорят народ в отчаянном положении с экономикой ситуация ужасная и вот они вот вытворяют эти все фокусы для того же привлечь всеобщее внимание чтобы не пошли навстречу чтобы проявили уважение чтобы их накормили мы могли конечно бы перестать их кормить давать их денег поддерживать но тогда они бы были совершенно в отчаянном положении совершенно без присмотра и тогда от них можно ожидать все что угодно то есть китай он вынужден их кормить и быть типа их старшим братом союзником для того чтобы люди совершенно не отбились от рук но вот байден попросил очередной раз присмотреть за северной кореей чтобы она что-то не дотворила я думаю это вполне в силах китае посмотрим как это будет на самом деле была затронута тема войны в украине и здесь произвучала важная тема я уже говорил что накануне это было в камбодже вот недавно там закончилось закончился саммит стран юго-восточной азии и там с американскими представителями выступил встречался китайский премьер ли ки цан и вот после этого уже буквально на следующий день просочилась некоторая информация о том что он сказал за закрытыми дверями ходе встречи с американскими представителями это звучало почти как сенсация потому что он резко действительно резко обрушился буквально на путина за те угрозы применения ядерного оружия который он делал последнее время неоднократно он их назвал безответственными и опасными и сказал достаточно в резкой форме что китай категорически выступает против вот такой политики таких демаршей и требует чтобы путин это немедленно прекратил то есть от китайских представителей на таком уровне американцы не слышали таких речей никогда практически я вам говорил что пару месяцев назад примерно китайские представители на разных уровнях в европе в евросоюзе вдруг внезапно начали вступать в контакт со своими западными партнерами и доносить одну и ту же мысль которая состояла в том что китай руководство страны никоим образом не поддерживает то что путин делает в украине и теперь это вот к сегодняшнему дню это переросло просто то что они говорили на более низком уровне теперь говорят на самом высоком уровне и в достаточно резкой форме так вот это официально сейчас в кавычках президент байден и президент си подтвердили свое согласие с тем что ядерная война никогда не должна вестись и подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в украине если вы помните недавно шольц приехал в китай и он добился примерно такой же формулировки которую считал потом когда шольц вернулся западные партнеры считались считали вот эту формулировку выдающимся самым большим достижением который шольц добился в ходе своего визита вот теперь результат на самом высоком уровне соединенные штаты и китай товарищ си фактически пас и то что мастич поста по посылает он прямо говорит товарищу пу что он прекратил эти безобразия эти угрозы ну и тут встреча нарышкина с бэрнсом на ту же самую тему но еще практически сенсационное заявление товарища си вы помните я вам рассказывал что с американской точки зрения стратегия китая состоит в том чтобы при помощи путина его режима хотя ему не большая роль там роль так сказать злой собачки которая должна бегать и лаять но громко бегать громко лаять так вот значит идея состоит в том чтобы отныне существующего мира или миропорядка отколоть часть мировой системы от той который существует сейчас и там значит в той новой системе должен править китай путин быть на побегушках и прообразом что ли вот этой от колотой мировой системы должен стать шосс и для этого ему щи цзинпину и нужен путин хотя хотя он почти как чемодан без ручки так вот сегодня согласно сообщению белого дома комитике белого дома по результатам встречи двух лидеров си заявил китай никогда не стремился изменить существующий международный порядок то есть китайцы прямо отвечают на главную озабоченность сша которая лежит в основе всей той стратегии которая сейчас сша проводят в отношении китая китай не вмешивается во внутренние дела соединенных штатов и не имеет намерения бросить вызов или заменить соединенные штаты имеется ввиду на международной арене ну для меня это звучит как как сдача как капитуляция вот ну и не иначе то есть китай прямо отвечает на поставленные америк америкой вопросы озабоченности ребята мы никогда не думали подрывать ваши позиции лидирующие позиции гегемона то есть тут разговора не нет уже о создании о создании двухполярных многополярных миров соединенные штаты согласно этому заявлению китай согласен с тем что они остаются во главе мирового порядка и китай не собирается заменить соединенные штаты в этом качестве и не собирается этот порядок менять если это действительно так то это но это чудеса это основа для взаимного примирения двух сторон ну и главным главным проигравшим при таком исходе будет естественно правильно вы правильно догадываетесь будет кремлевский сиделец он проиграет все ну тут конечно вопрос я знаю и я загл заранее с вами согласен что полностью доверять китая никак нельзя американцы это тоже понимают поэтому будет все осторожно посмотрим время покажет и практически шаги китая покажут пока лично мне вот эти заявления свидетельствуют о том что реальные шаги предпринятой байденом а именно его реальные шаги потом в направлении сокращение или эмбарго на поставки новейших новейшие микроэлектроники микрочипов китай вот это главное оружие она 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 то есть это эмбарго было воспринято в китае как взрыв атомные бомбы от которой китай видимо до сих пор не может оправиться и вот главным образом этим я объясняю столь радикальное заявление что касается тайваня был вопрос затронут по поводу тайваня но опять никаких зубодробительных союзов кстати байден подчеркнул что позиция соединенных штатов неизменно сша признают что китай он един это материковый китай что тайвань это неотъемлемая часть но есть реальность вот это вот этот остров он независим и поэтому соединенные штаты не хотят чтобы ситуация менялась в любую сторону они не хотят сша не хотят чтобы тайвань объявлял о том что он независимое государство китай это тайвань этого не делает но соединенные штаты также не хотят чтобы китай пытался силой присоединить к себе тайвань ну и шли также разговоры о свободе море судоходства в южно китайском море который до сих пор вызывало очень много очень бою вызывал очень большую напряженность и этим было в значительной степени вызваны демарши с появления там американских кораблей кораблей других стран нато короче говоря обе стороны наметили практически шаги по улучшению ситуации отношениях между двумя странами будут выявлены сферы особой напряженности и будут определены будет будет определено введение какого из высших чиновников двух стран эти вопросы находятся в честь сфере деятельности и потом эти чиновники на двусторонней основе будут встречаться и решать эти вопросы качество первого шага было договорено о визите госсекретаря сша блинкина в китай ну вот таким образом закончилась эта встреча хотя от нее много предупреждали что каких-то кардинальных ожиданий надежд питать не следует но я вам скажу вот эта формулировка по поводу китая о том что не собирается бросить вызов замениться и на штата на международной арене для меня это просто сенсация если этот вопрос будет решен если действительно будет так то тогда все это америке придется менять свою стратегию национальной безопасности убирать главного стратегического противника и тогда остается один плешивый крысеныш и тогда вся сила бросается на него следующий вопрос соединенные штаты одной из изданий близких к пентагону сообщает сша хотят отправить украине боеприпасы для гаубиц из южной кореи 155 миллиметров на фоне рекордных обстрелов артиллерийских дуэлей которые имеют место на полях сражения в украине вы наверное слышали об этом то было что южная корея поставляют украине то было что не поставляют короче говоря вот и здание которое близко к пентагону я думаю что это вот как раз то разъяснение которое можно считать наиболее достоверным на настоящий момент южная корея не хочет по большому счету ссориться с россией поэтому южная корея не хочет напрямую продавать эти боеприпасы украине она готова поставить эти боеприпасы в количестве 100 тысяч соединенным штатам но настаивают на том чтобы соединенные штаты были конечным потребителем этих боеприпасов то есть сша не могут их передать украине но в то же время результате этих сделки этой сделки украина должна получить 100 тысяч артиллерийских 100 тысяч боеприпасов 155 калибра каким образом я думаю дело будет сделано так корея поставить эти снаряды американцам американцы спрячут их на своих складах пентагона а снаряды из своих запасов передадут украине зачем это все нужно это нужно прежде всего с практически достаточно острым дефицитом свободных боеприпасов 155 калибра который наблюдается во всем уже мире из-за той войны которая развязал путин в украине м один пример приведу франция ее весь в пк в течение года производит 10 тысяч боеприпасов 155 калибра для гаубиц украина в сау в течение суток от ст и выстреливает от 7 до 10 тысяч таких боеприпасов то есть украина практически за день за полтора расходовать столько боеприпасов 155 калибра сколько франция производит за год и у франции резко нарастить их производство потенциала в общем то нет не готовились они к таким воинам где понадобится столько боеприпасов такого калибра в таком количестве и то же самое примерно такая же самая ситуация обстоит и с другими странами в соединенных штатах которые передали большое количество таким таким боеприпасов в украине они подошли где-то к их количество критической черте в так сказать запада закромах или в арсеналах пентагона а там ведь я подозреваю что есть внутренние документы которые требуют чтобы вот было определенное количество на всякий случай в случае возникновения региональных войн или еще другого случая короче говоря должны быть нормативные лимиты не видимо ситуация подходит к тому что эти лимиты уже где-то иссякают корея я знаком с людьми которые контакте ли были в контакте с южно-южнокорейцами по поводу возможности поставки этих боезаряба украине это было где-то еще месяца два назад мне тогда еще говорили что южная корея это потенциальный источник у них очень хорошая артиллерия огромное количество этих боеприпасов вызвано потому что противник юг такой северная корея которая которая по советским лекалам строит свои вооруженные силы свою стратегию где огромная роль уделяется именно артиллерии тяжелой артиллерии поэтому северокорейцы развивает ее а южные корейцы развивают свою и так таким образом у них оказались очень большие запасы ну вот то есть ждем мы как дальше будет развиваться ситуация в этом направлении ну судя по всему судя по тому как это и что пишут об этом в изданиях близких пентагона вроде там все если можно так сказать на мази а а